Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной, пожалуйста, первое послание фессалоникийцам, третью главу. Первое фессалоникийцам, 3, 10. Это служение будет на тему веры, потому что вера – это наша часть, и нам постоянно нужно развивать навыки выполнения нашей части. Когда мы выполняем свою часть, Бог всегда верно выполняет свою часть. Наша часть – вера, Божья часть – сила. Когда мы применяем веру, и она работает как следует, в ответ на нее всегда придет сила. Всегда. Не наше дело произвести силу. Не наше дело заставить симптомы уйти. Не наше дело заставить деньги появиться. Не наше дело заставить победу стать очевидной. Наше дело высвободить свою веру, и сила Божья заставит симптомы уйти, заставит деньги прийти и проявит победу. Аминь. Чему нам нужно научиться в выполнении нашей части, это перестать залезать в Божью часть, или, вернее, пытаться залезть в Божью часть. Мы никогда не сможем выполнить Божью часть, но люди ослабляют свою веру, залезая, пытаясь залезть в Божью часть. И мы поговорим об этом немного сегодня. Но в первом послании Фессалоникийцам, 3 главе, 10 стихе, Павел писал церкви в Фессалониках, и он сказал следующее, «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Расширенный перевод говорит, «И мы продолжаем молиться особенно и самой интенсивной серьезностью день и ночь, чтобы увидеть вас лицом к лицу и исправить и наладить все, что может быть несовершенно и недостаточно в вашей вере». Итак, хотя Павел писал письма этой церкви в Фессалониках и другим церквям, и они, несомненно, получали пользу от всех писем, написанных Павлом, «Откровение, содержавшееся в этих письмах, было им необходимо, но Павел осознавал, вы не сможете получить все, что у меня есть для вас через письмо. Вам нужно, чтобы я присутствовал. Мне нужно, чтобы вы были там, где я». Он сказал, заметьте, «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше. Если бы все можно было сделать в письме, зачем ему видеть их лицо? Если бы они могли получить все, что им нужно через письмо, зачем им видеть его лицо? Потому что какую-то часть Божьих потоков и откровений того, что у Бога есть для нас, можно получить другими путями. Но есть определенные вещи, которые можно получить, только находясь в присутствии человека Божьего. Аминь. Спасибо Богу за телевидение, спасибо Богу за проповеди на телевидении, хорошие проповеди, которые мы смотрим по интернету, книги, которые мы можем читать, диски с проповедями, которые мы можем слушать, DVD со служениями, которые мы можем смотреть. Но это никогда не заменит человека Божьего, который знает вас, может видеть ваше лицо, но знает, что вы часть его церковной семьи. И вы должны быть частью поместной церкви, чтобы получить все, что у Бога есть для вас. Вы не можете сидеть дома, проводить свое частное изучение Библии и думать, что вы получите все. Потому что Иисус дал дары телу. Люди говорят, «Ну, все, что мне нужно, это Иисус». Нужно это правильно понимать. Иисус – все, в чем вы нуждаетесь для вашего искупления, но для вашего духовного роста и развития, и чтобы ваша вера правильно работала, чтобы вам быть умелыми в слове, вам нужен человек. Вы скажете, как-то неправильно говорить, что мне нужно что-то еще помимо Иисуса. Для вашего развития вам нужно что-то, кроме Иисуса, который не стоит перед вами, физически разговаривая с вами. Итак, что он сделал? Он дал дары апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей, чтобы они стояли перед нами, и наши глаза могли видеть их, а они могли видеть нас, и они могли рассказать нам, чему они сами научились из Слова Божьего. Рискованно пытаться быть христианином без пастора. Вы войдете в заблуждение. В жизни христиан-самоучек есть заблуждение. Аминь. Все, кто хотят преуспеть в какой бы то ни было профессии, должны найти кого-то, кто знает больше их, и слушать его. Вот кто такой пастор. Тот, кто познает Бога и имеет помазание, чтобы говорить то, что он узнал о Боге, и о слове в жизнь других. Аминь. Итак, спасибо Богу за другие пути получения учения и служения, но они никогда не заменят необходимости найти своего пастора, с которым Бог нас соединил. Аминь. И ключ в том, что вы не можете просто пойти куда угодно к любому пастору. Вам нужно найти того, которого Бог помазал, говорить в вашу жизнь. Поэтому вы не можете и самовольно уйти с того места, потому что, хотя в мире много пасторов, немногие помазаны, чтобы говорить в вашу жизнь. Аминь. Аминь. Поэтому вам нужно защищать то место, где человек Божий может видеть ваше лицо. Никогда не притыкайтесь от человека Божьего. «Ну, он сказал что-то, что соблазнило меня». Но повзрослейте. Перестаньте быть обидчивыми. Даже если он сказал что-то неподобающее, если вы знаете, что сердце у него правильное, вы можете закрыть глаза на что-то, что было сформулировано, может, немного неподобающе. Аминь. Что было бы, если бы все оставляли свои семьи только от того, что обиделись? Никто не был бы женат, никто не жил бы под одной крышей, потому что споткнуться всегда есть обо что. И часть семейной жизни – это закрывать глаза на несущественные вещи. Если что-то не важно, не обращайте на это внимания, не позвольте дьяволу затащить вас в обиду и заставить вас оставить то место, где Бог пытается совершенствовать вашу веру. А это место, где Человек Божий видит ваше лицо. Аминь. Когда Человек Божий видит ваше лицо, когда ваш пастор видит ваше лицо, часто, просто взглянув на ваше лицо, он может поставить диагноз. И я не имею в виду человеческое понимание. Дух Божий подскажет ему, как только он увидит ваше лицо, в чем вы нуждаетесь. Помню, несколько лет назад я приготовилась и уже даже вышла за кафедру в воскресенье утром, собираясь проповедовать приготовленную проповедь. И подняв глаза, я увидела женщину, служителя полного времени. Ранее в разговоре со мной она сказала, что ей поставили диагноз последней стадии рака. Она не ходила в нашу церковь регулярно, она приезжала на особые собрания. Но в то воскресное утро, когда я подняла глаза, она сидела в собрании, и я увидела волнение на ее лице. Я увидела страх на ее лице из-за ее ситуации. И поскольку я смогла это увидеть и распознать духом, что именно я видела на ее лице, я изменила свою проповедь. И я проповедовала исцеление и веру сильно и четко. Почему? Чтобы дать ей необходимые ответы. Если бы она не пришла, я не могла бы увидеть ее лицо и узнать, чего требовала нужда в ее жизни. Аминь. Человеку Божьему нужно видеть ваше лицо. Никакой проповедник, телевизионный служитель, никакой публичный служитель никогда не сможет заменить служение пастора в вашей жизни. И если вы пытаетесь отказаться от пасторского служения в вашей жизни, ваша вера от этого пострадает. Потому что Павел сказал, «Я хочу увидеть вас лицом к лицу, чтобы дополнить то, чего недостает вашей вере». Каждый из нас нуждается в том, чтобы совершенствовать свою веру. У каждого из нас вера может быть более зрелой. Каждый нуждается в развитии веры. Аминь. И Павел сказал, «Мне нужно увидеть ваше лицо, чтобы правильно распознать духом, что недостает вашей вере, в чем нуждается ваша жизнь». Аминь. Вспоминаю один случай из моего пасторского служения много лет назад. В течение нескольких недель в дни служения я видела одну женщину, члена церкви, до и после служения. И каждый раз, когда она проходила мимо меня, ко мне приходило слово от Господа о том, через что она проходит. Я не останавливалась и не говорила ей прямо там, потому что было неподходящее время. Но это происходило три недели. Каждый раз, когда она проходила мимо меня, Бог давал мне ответ, в котором она нуждалась, чтобы помочь ей в том, с чем она сталкивалась. Почему Бог это делал? Потому что это часть снаряжения пасторского служения. Другой дар служения не будет так оснащен. У апостола не будет этого постоянно, у пророка этого не будет, у евангелиста этого не будет, у учителя этого не будет так, как у пастора. Потому что пастор снаряжен, чтобы помогать овцам очень точным, конкретным образом. Итак, в течение нескольких недель, как только она проходила мимо меня, Бог обращался ко мне и говорил мне, в чем она нуждается. И спустя несколько недель у меня появилась возможность пригласить ее к себе, и я дала ей ответ. Я не сказала ей, я знаю, в чем ваша проблема. Я просто сказала, я однажды проходила трудную ситуацию, и вот что я сделала, чтобы из нее выйти. Что я сделала? Рассказала мой ответ, который на самом деле был ответом для нее. И она сказала, пастор, спасибо. Мне сложно в последнее время. Я сказала, да, я понимаю, я была на вашем месте. Если вы сделаете то, что я сказала, вы выйдете из этого. И в следующий раз, когда я ее увидела, а у нее месяцами была эта проблема, при следующей встрече этого больше не было у нее на лице. Почему? Потому что я смогла увидеть ее лицо. Она не могла бы получить этого дома, сидя и смотря прямую трансляцию. Потому что если я не вижу ее лицо, Бог не будет говорить мне о ней. У Бога есть для вас ответы, но Он не может говорить к пастору об отсутствующих овцах. Пастору нужно видеть их лица. И заметьте, Павел связал возможность видеть их лицо со здоровьем их веры. Ваша вера связана с тем, куда ходит ваше лицо. Если ваше лицо никогда не видно в поместной церкви, у вас будут проблемы с верой. Потому что ваша вера не может стать лучше, чем то, где находится ваше лицо. Аминь. Ваша вера не станет крепче от того, что вы постоянно ходите в кино. Ничего плохого в том, чтобы сходить в кино, но что-то не так. Если у вас есть время сходить в кино, но нет времени сходить в церковь, тогда у вас будут проблемы, потому что ваше лицо находится в таком месте, где веру не предлагают. Не предлагают наставления или знания. Важно, куда ходит ваше тело. Аминь. И если мы заинтересованы в росте своей веры, мы позаботимся о том, чтобы наше тело было на том месте, где наша вера может расти. Аминь. Ну, слава Господу по-любому. Спасибо Богу за пасторов. Спасибо Богу за поместную церковь. Люди говорят, ну, я просто не могу найти такую церковь, какую хочу, какая мне нравится. Может, стоит убедиться, что дело не в том, что просто вы не вписываетесь. Ни у кого-то другого все не так. А может, вам нужно перестать быть критичными. Вы не можете хорошо питаться в том месте, которое критикуете. Аминь. Вам нужно принять того, кого Бог поместил в вашу жизнь, и просто получать от него. Аминь. Ну, слава Господу. Поэтому нам нужна церковь, которую мы верно посещаем, потому что ничто другое не заменит этого питания нашей веры. Аминь. Итак, это не просто важно для нашей веры. Опасно иметь неполноценную веру или веру с недостатками во время чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации будут возникать. Кто бы вы ни были, как бы долго не были спасены, жизнь будет всем посылать чрезвычайной ситуации. И если наша вера ущербна и недостаточно развита, мы оказываемся в опасном положении. Смит Вигглсворт много лет назад во время служения сказал, «Часто люди ждут, пока не будет слишком поздно, чтобы заняться получением веры». Имеет ли он в виду, что это слишком поздно для Бога? Нет, для Бога не слишком поздно. Слишком поздно для слова? Нет, не слишком поздно для слова. Но часто слишком поздно, чтобы обновить разум человека. Это процесс. Требуется время на обновление нашего ума, чтобы мы правильно верили. Вы не верите разумам. Вы верите той верой, что в вашем сердце, но ваш разум может устроить короткое замыкание вашей сердечной веры, если вы мыслите неправильно. Необновленный разум будет препятствовать правильной вере. Именно об этом говорит Смит Вигглсворт. Это процесс. Обновление ума требует время. И если люди дожидаются кризиса, чтобы заняться обновлением ума, это все равно, что пытаться взять урок плавания, когда уже тонешь. А тонущего очень трудно добиться внимания. Аминь. Нам необходимо позаботиться, чтобы наша вера росла, была защищена и развивалась, прежде чем возникнут чрезвычайные ситуации. Аминь. Итак, Павел сказал, что хочет видеть их лицо, чтобы дополнить, чего недоставало их вере. Несовершенная вера приносит несовершенные результаты. И он знает, если ваша вера останется на стадии несовершенства, вы не получите те результаты, которых могла бы добиться ваша вера, если бы она была развита правильно. Аминь. Но усовершенствованная вера получает усовершенствованные результаты. И когда мы говорим об усовершенствованной вере, мы говорим о вере, обретающей зрелость, вере растущей, вере развивающейся. У меня дома был сейф, в котором я хранила разные предметы. И на дверце сейфа была ручка, которую нужно было повернуть, чтобы его открыть. Но не было смысла поворачивать эту ручку или даже пытаться прикоснуться к этой ручке, пока вы не ввели правильную комбинацию на клавиатуре. У моего сейфа была цифровая панель, и нужно было ввести комбинацию. Только когда вы ввели комбинацию, можно браться за ручку, и дверца откроется. Этот сейф был у нас дома, когда был жив мой муж, и он никак не мог запомнить комбинацию. Я ее знала, а он нет. Не то, чтобы я не допускала его к сейфу. Я ему говорила комбинацию, но он не слушал. И он мне говорил, «Мне сегодня будет нужен сейф, какая комбинация?» Я ему говорила, потом позже прихожу домой, а он говорит, «Мне нужно, чтобы ты открыл мне сейф». «Эд, я же тебе сказала комбинацию». «Да, но я ее забыл». А что, если бы я ее забыла? У нас возникла бы целая куча проблем. Я вам вот что скажу. Есть комбинации от веры, если можно так сказать. Есть шаги, есть ингредиенты веры, есть законы веры, которые нам нужно изучить, чтобы когда мы вводили правильную комбинацию, дверь всегда открывалась. Всегда открывалась. Итак, когда Эду было что-то нужно, он говорил, «Мне сегодня попозже надо будет открыть сейф, а я знаю, что тебя не будет дома, так что открой дверцу уже сейчас». И тогда дверца сейфа весь день оставалась открытой, потому что он не знал комбинацию. И я снова называла ему комбинацию, а он говорил, «Да, просто открой, просто открой». Так ведут себя многие христиане. Они просто хотят выйти, и чтобы пастор или кто-то другой использовал свой навык веры и открыл для них дверь, потому что сами не слушали, не изучали шаги веры, принципы веры, законы, управляющие верой, потому что вера – это закон. Аминь, это закон. Итак, ему приходилось всегда полагаться на меня, чтобы открыть сейф. И если меня не было рядом, ему приходилось обходиться без того, что было в сейфе. Если у нас нет собственной крепкой развивающейся веры, нам придется обходиться без некоторых вещей. И Бог не хочет, чтобы мы обходились. И Павел не хотел, чтобы церковь в Пессалониках была вынуждена обходиться. Поэтому и сказал, «Я приду и смогу выписать духом то, в чем нуждается ваша вера, чтобы восполнить недостатки. Я смогу правильно поставить диагноз и помочь вам духом и словом в том, в чем нуждается ваша вера, чтобы вы не оказались в невыгодном положении». Итак, Эд постоянно был в невыгодном положении. Не знаю, были ли вы на одном из тех служений, когда мы об этом говорили. Я приводила в качестве примера, что мне нужно было вводить код, потому что Эд его не знал, а Эд восклицал, «А я знаю код!» А я отвечал, «Назови его!» Он не знал код. Ему просто не нравилось, чтобы люди думали, что он не знает код. Многие христиане не знают закон веры, но не хотят, чтобы другие христиане думали, что они не знают закон веры. Притворство не работает. Когда нужна вера, вы не можете притвориться, что она у вас есть. Вы не можете притвориться, что вы умеете верить в Бога. Нужно подойти к этому трезво и сказать, «Научите меня, и я буду слушать». Помните, что говорил Иисус, о чем Он предупреждал? Замечайте, что слышите. Какой мерой вы уделяете мысли и изучение слову, потому что такой мерой вам вернутся силы и знания. И потом Он говорит, «Слушающим будет дано больше, а у неслушающих отнимется и то, что имеет». Все дело в слушании. Мой муж не помнил код от сейфа, потому что он не слушал. И я говорю о слушании с намерением запомнить. У кого-то есть такая привычка, когда вас с кем-то знакомят, вы пропускаете мимо ушей имя этого человека. Вы просто пожимаете руку, «Здравствуйте, приятно познакомиться», а как их зовут, «Э-э-э-э, прослушал». Так? Это может войти в привычку. Вы так поступаете со словом, если вы невнимательны. Приходите в церковь, но на самом деле даже не слушаете. Я просто в церкви, я веду записи. Но вы не слушаете на самом деле со стремлением, чтобы это попало в сердце. Слава Господу! И когда надо ввести код для сейфа, предположим, нужно ввести восемь цифр. Ничего не даст, если я введу семь правильных цифр и одну неправильную. Дверца не откроется. Должно быть все правильно. Аминь. И вы даже не можете встать перед сейфом и сказать, «Благословен Бог, я владелец, откройся!» «Я твой владелец, я тебя купил!» Вам принадлежат богатства Христа. Они ваши, но вы не можете просто сказать, «Ну, я владелец, значит, они просто придут!» Нет, вам нужно ввести код. Законы веры должны действовать. Предположим, комбинация пятизначная. Вы можете ввести вера, 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 и дверца откроется. Но если вы введете вера, вера, волнение, вера, вера, дверца не откроется. Вера, 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 жалоба не откроется. Вера, 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 обида не откроется. Так? Вера, 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 не прощение, не откроется. И потом люди говорят, «Почему вера не работает?» Вера работает. Вы вводите неправильный код. Должна быть вера, 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 вера. Каждый день вам нужно использовать веру. Вы не можете решить, я ввере в понедельник, вторник, среду, но четверг полон сомнений и неверия. Дверца не откроется. Все не будет правильно работать. И, очевидно, Павел понимал, что что-то не работало как надо, потому что они попытались к вере домешать что-то не то. Можно я скажу вам, что нужно домешивать к вере? Веру. Невозможно смешать волнение с верой и получить результат веры. Невозможно смешать страх с верой и получить результат веры. Невозможно смешать жалобы с верой и получить результат веры. Невозможно смешать обиду. Это страшный грабитель в жизни многих христиан. Они на кого-то обиделись. Невозможно примешать обиду на своего пастора и на других верующих и думать, что вера будет работать для ваших финансов. Вы вводите неправильные комбинации. Что можно смешивать с верой? Веру. Невозможно смешать неповиновение с верой и думать, что вера будет правильно работать. И это то, что Павел сказал. У вас несовершенная вера. Что это значит? Вы домешиваете разные вещи к вашей вере, и ваша вера не работает. И что тогда происходит? Люди начинают обвинять веру. Если комбинация не работает, не обвиняйтесь. Но именно так люди поступают. Слово – это сейф, полный всех богатств Христа, которые нам принадлежат. А люди говорят, это ваше слово не работает, это ваше вера не работает, это ваше исповедание не работает. Работает, если вы перестанете вводить неправильную комбинацию. Вам нужно избавиться от обиды, вам нужно избавиться от страха, вам нужно избавиться от волнения и сомнений, неверия и горечи и жалоб, ропота и ла-ла-ла-ла-ла. Вам нужно избавиться от всего, что не вера. Аминь. Вы не можете ложиться, спать, славя Господа и поклоняясь Ему за ваш ответ, а затем, проснувшись, высказывать сомнения и неверие об этой нужде своему супругу. Аминь. Чтобы иметь усовершенствованную веру, вам необходимо очистить то, что окружает вашу веру. Поэтому важно, кем вы себя окружаете. Потому что, если люди живут по плоти и живут насколько возможно ближе к миру, хотя они и христиане, если они живут так близко к миру, их слова начнут просачиваться в вашу умственную жизнь и в ваши слова. Поэтому вы не можете просто взять и пойти в любое мирское место. Я не против того, чтобы вы где-то хорошо проводили время, но идите туда, где это времяпрепровождение на самом деле хорошее. Не то, что мир называет хорошим проведением времени. Я говорю вот о чем. Если вы хотите, чтобы ваша вера была чистой, вам нужно общаться с теми, кто жаждет того же, что и вы. Вы не можете общаться с обиженными и думать, что у вас будет чистая вера. Вы не можете общаться с людьми, которым совершенно безразлично слово, и думать, что из-за этого ваша вера будет становиться сильнее. Потому ваше главное общение должно быть в поместной церкви. Потому что именно в теле Христа, в поместной церкви, мы все вместе простираемся и идем в одном направлении. Нет, мы еще не достигли всего. Но, по крайней мере, мы все уважаем одинаковые вещи, и, по крайней мере, мы стремимся к одним вещам, мы верим о тех же вещах. Если вы на самом деле восхищаетесь сильной и крепкой верой и хотите ее иметь, это повлияет на то, кем вы себя окружаете и куда вы ходите. Потому что вы понимаете, что вам нельзя загрязнять свою веру, засоряя ее тем, что не является верой. Чтобы вера работала, ее нужно смешивать с верой. А где вера? В слове. Аминь. Вы не можете смешивать ее с обидой, не можете смешивать со своими эмоциями. Я вот что вам скажу. Если вы хотите иметь сильную веру, прекратите жить на основании своих эмоций. В ваших эмоциях нет веры. Аминь. Как насчет того, чтобы в этом 2019 году мы сказали, мы ходим верою, мы прекратим нажимать на кнопку страха. «Ну, знаешь, пастор Нэнси, я всю свою жизнь боялся». Так сотри это. Удали это. Нажми кнопку «Удалить». Вы знаете, что можно перезагрузить кнопочную панель? Если вы забыли комбинацию, и у вас есть правильные инструкции, есть шаги, чтобы перезагрузить кнопочную панель. Некоторым людям нужна перезагрузка, чтобы удалить этот страх, на кнопку которого они нажимали всю свою жизнь. Они нажимали на страх, обиду, неверие. Прекратите это вводить. Ваших детей, ваш дом, ваш брак, вашу жизнь. Почему? Потому что мы будем совершенствовать веру. Из совершенной веры нет ничего такого, чего мы не могли бы получить от Бога. Когда наша вера растет и развивается, и она здорова, нет ничего, чего мы не могли бы получить от Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Как вам это? Я расту в вере. Скажите со мной, я расту в вере. Я живу верой. Это мой образ жизни. Аллилуйя! Аминь! Слава Господу! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...